друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала market с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим размещаем большое количество аналитического контента вам помощь также сегодня в этом телеграмм канале мы проведем голосование которым вам предложим несколько тем на выборы соответственно та тема которая наберет больше всего ваших голосов станет основной центральной входе моего сегодняшнего вебинара который состоится в 16 00 по московскому времени очень хочется давать а прежде всего тон тот контент который интересен вам друзья поэтому мы как раз и стараемся проводить такие опросы чтобы определить тему пользующиеся наибольшим интересом и популярностью обязательно участвуйте и буду рад вас всех видеть сегодня в 16 00 в прямом эфире на ютюбе по поводу наших идей за которыми мы следим инструментов и соответственно фундаментальных событий которые отслеживаются и используются для того чтобы определить какие-то долгосрочные перспективы по разным сегментам финансовых рынков ну давайте начнем с экономического календаря на этой неделе сразу несколько отчетов за которыми мы точно будем следить во-первых это завтрашний релиз по бизнес оптимизмом германии зью в 12 00 по московскому времени он будет также значимый для европейской валюты будет отчет по темпам экономического роста еврозоны это статистика среды в среду же друзья мы переключим свое внимание на макроэкономические отчеты по штатам роничные продажи и самый пожалуй потенциально добавлю важный релиз этой неделе это протоколы последнего заседания американского регулятора которые как мы помним тогда подсветили нам высокую вероятность того или даже неизбежность того что американский регулятор сохранит путь и траекторию направленную на дальнейшее повышение процентных ставок поэтому было бы неплохо в эту среду получить еще больше поддержки для покупателей и доллара со стороны дополнительных жестких истребиных сигналов от представителя американского регулятора от федрезерова в целом что американский регулятор по-прежнему намерен любой ценой бороться с высокой инфляцией еще на этой неделе будет несколько релизов по британской экономике в частности это данные по инфляции которые выйдут в среду этот релиз а потенциально интересен тем что мы увидим действительно заоблачные значения этого прогноза друзья уже заоблачными они были месяц назад соответственно по итогам июля цифры могут быть в районе девяти и восьми процентов и это четко вяжется с теми прогнозами которые ранее мы получили от банка англии ожидающего что уже в октябре индекс потребительских цен в англии превысит на 13 процентов за британской валютой мы следим и безусловно каждый последующий брифинг на каждом последующем дне я буду возвращаться к этой валютной паре будем соответственно корректировать все при необходимости наши ожидания но я думаю что на этой неделе мы увидим то что хотелось бы увидеть еще в конце прошлой то есть значительное снижение курса рисковых инструментов давайте начнем с индекса доллара сейчас котировки 105 60 важнейшие события безусловно прошлой неделе это отчеты по инфляции которые спровоцировали гиперволатильность мы изначально настраивались на то что движения будут значительными но эти движения превзошли даже самые смелые ожидания потому что рисковые инструменты против доллара если анализировать валютные пары показали движение по 150 200 пунктов индекс доллара в моменте просел ниже отметки 105 но быстро его выкупили сейчас мы в принципе на значениях которые были до выхода данных по индексу потребительских цен я как вы знаете сторонник и того лагеря трейдеров которые продолжают верить в роста курса американского доллара потому что даже несмотря на снижение инфляции по итогам прошлого месяца мы все равно понимаем что говорить о решенной проблеме высокая инфляция пока не приходится это также представить подтвердили представители американского регулятора по поводу самой инфляции в прошлом месяце она в позапрошлом точнее даже она же снизилась с 9 1 процента до 8 с половиной базовая инфляция осталась на прежней отметки 5 и 9 процента это разочаровала покупатели потому что даже я был настроен все-таки увидеть если не рост основного показателя инфляции то хотя бы базовый индекс потребительских цен и поскольку фактически цифры оказались ниже тут же это привело к пересмотру рыночных ожиданий и того как быстро как агрессивно американский регулятор будет повышать процентную ставку и если до выхода отчета по инфляции участники рынка настраивались на то что американский регулятор на сентябрьском заседании повысить ставку на 75 байсиных пунктов то сейчас ожидание уже помягче же и трейдеры рассчитывают на то что американский регулятор повысить ставку на 50 байсиных пунктов причем изменение вероятности произошло следующим образом ожидания до выхода отчета по инфляции того что ставку поднимут на 0 75 были в районе 70 процентов и после выхода релиза они снизились до 30 процентов а вот ожидание того что ставку повысит на 0 5 процентов напротив выросли с 30 до 70 но как вы видите друзья все равно участники рынка и эксперты аналитики не сомневаются то что американский регулятор будет и дальше повышать процентной ставки потому что как отметили даже представители американского регулятора один сильный отсчет это еще не выигранная борьба со инфляцией это еще не победа опять же снижение инфляции могло операция на замедление роста оцен на топливо но никто не знает друзья как рынок нефти поведет себя осенью и зимой ранее мы пытались спрогнозировать что скорее всего если наложить опыт прошлых лет и простое понимание логики вещей можно ожидать что предстоящий отопительный сезон он логичным образом простимулирует рост цен на нефть а учитывая то что сейчас рынок остается в состоянии дефицитного предложения даже страна опек спрогнозировали что концу этого года дефицит может превысить более одного миллиона баррелей в сутки уж прям совсем стоит ожидать сохранение обычай динамики возвращения котировок бренда в район 110 120 долларов за баррель частно символом сакс ожидать что цены вырастут до 130 долларов за баррель и безусловно при реализации такого сценария будут расти тарифы на электроэнергию будет расти и инфляция с ростом инфляции американский регулятор снова будет вынужден реагировать на эту статистику каким образом проводя более агрессивную монетарную политику напоминаю друзья и боллард и эванс и кашкаре мейстер и деле которые выступали на прошлой неделе подтвердили что ни граммы не изменились их ожидания того что американский регулятор будет дальше разгонять ставку с целью довести ее концу года до 3 75 4 процентов поэтому я предлагаю вам все-таки работать с фактами они остаются таковыми я сторонник идеи того что индекс доллара будет дальше расти на этой неделе как я уже отметил несколько релизов на которые мы обязательно обратим внимание посмотрим как эти отчеты повлияют на вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов или может быть даже более агрессивном ключе ставка по индексу доллара 106 пунктов это ближайшая цель ждем закрепления выше золото 1794 в пятницу мы ожидали от теста на отметке 1800 долларов за тройскую унсу этот тест случился после котировки откатили самый главный аргумент друзья почему золото еще интересно так это то что большинство толпа участников рынка делает ставку на то что золото снизится поэтому мы идем как бы по пути наименьшего сопротивления это подсвечивает и об этом сигнализирует индекс уничных настроений кайман компания на маркете я думаю вы все знаете что это что это за индикатор и еще один отчет это отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами си в тисе так вот последний релиз сосредствует о том что за неделю прошлую общее количество спекулятивных ланков выросло до 143 тысяч причем две недели назад мы с вами констатировали самый значительный прирост в этой длинной позиции с середины двадцатого года сейчас скакнул еще этот пулка ордеров примерно на 20 тысяч и я думаю что за две недели у нас чуть ли не максимальный прирост за последние лет 5-6 а может быть даже больше это хороший я задел для того чтобы пока что по инерции золото полетела вверх а ждем пробоя 1800 долларов за троис конусу и движение выше европейская валюта 102 53 цели пока не изменились друзья я сохраняю шорт и жду собственно развития энергетического кризиса негативного влияния на экономику в целом и соответственно более слабый валютный риск британская валюта 12120 нужно закрепляться ниже поддержки 120 я думаю что он на этой неделе именно это и произойдет в пятницу вышли данные по ввп ожидаемо плохая статистика снижение во втором квартале на 0,1 процента промышленное производство тоже разочаровала спад на 0,9 процента вспоминаем прогнозы банк англии относительно рецессии который может затянуться на полтора года на роста инфляции выше 13 процентов серьезного потребительского спада из-за роста тариф на электроэнергию получается что вообще нет ни одного шанса у британской валюты чтобы упрочить свои позиции сохранить те уровни которые фунту удалось достичь только лишь благодаря слабости доллара на прошлой неделе и что касается рынка нефти несмотря на то что я ожидал что сегодня у меня будет возможность порекомендовать вам конкретную сделку пока не все фон остается крайне неоднозначным но судите сами запасы нефти растут сша причем тут же на рост запасов нефти компенсируется снижением запасов бензина китай сильные данные по импорту по экспорту сегодня выходит статистика по она уже вышла по промышленному производству по инвестициям и по уроничным продажам эти данные уже зачаровали поэтому сделать какой-то объективный вывод будет ли китай бустом для спроса на энергоресурс пока не могу по поводу прогнозов которые мы видели на прошлой неделе международное этическое агентство прогнозирует то что спрос на нефть вырастет на 380 тысяч баррелей до конца этого года причем опек прогнозирует напротив снижение спроса на 250 тысяч и на этом неоднозначном фоне трудно выстроить какую-то конкретную фундаментальную позицию я предлагаю пока подождать друзья будут еще более интересные точки входа о которых я расскажу вам после на этом все большое спасибо за внимание и хорошей торговой неделе всем пока